Поставку грузов для строительства объектов Олимпийской программы обеспечивает транспортная дирекция совместно с сочинскими грузовыми дворами. Всего и в городе три. Один расположен в селе Веселое и сейчас принимает грузы в контейнерах, а два других находятся в Сочи и Адлере, где ежедневно, начиная с 2008 года, происходит поставка и выгрузка щебня, песка, гравия и других грузов. Вот так в обычном рабочем режиме производится выгрузка 100 миллионной тонны строительного материала. Именно такое количество груза поступило в сочинский транспортный узел за последние пять лет. Стамиллионникам оказался песок, привезённый из Лобинска. В целом, до конца этого года количество груза планируется увеличить ещё на 12 миллионов тонн. Рабочий процесс на станциях не останавливается ни на минуту. На смену вагона с песком на разгрузку приходится став щебнем. Рабочие вскрывают люки и стройматериал высыпается на площадку. Теперь очередь за экскаваторами. Их задача – собрать весь материал и погрузить машины. Кстати, в доставке принимают участие более тысячи автомобилей. Каждая машина оснащена навигационной системой. В связи с окончанием строительства олимпийских объектов, 99 перевозчиков участвуют в этом процессе для доставки груза на олимпийские объекты и 1200 автомобилей. Для того, чтобы оптимизировать и контролировать доставку груза, был разработан пусковой комплекс грузовой перевозки, который позволил отслеживать перевозки груза всеми видами транспорта – железной дорогой, морским путём, автомобильным транспортом. Всё это стекалось в единый центр и управлялось этим. Доставка груза производится не только по железной дороге и машинами. Немалый процент строительного материала для нужд города и олимпийских объектов идёт по воздушному и морскому путям. Лучшим перевозчикам, обеспечивающим бесперебойную доставку грузов, сегодня были вручены почётные грамоты. Так, Эмеретинский порт уже завёз в олимпийскую столицу 4 миллиона 100 тысяч тонн. «Через порт прошли те грузы, которые не могли технологически пройти по железной дороге. Это и оборудование различное, крупногабаритное, в том числе и для электростанции. Это и все грузы церемонии открытия-закрытия Олимпийских игр также пройдут и уже идут через порт». После завершения строительства олимпийских объектов в Сочи будут поступать так называемые «генеральные грузы», предназначенные для эксплуатации спортивных сооружений и обеспечения проведения зимних игр. В постолимпийский период поставка грузов не прекратится, но, конечно, будет уменьшена в разы. А вот Эмеретинский грузовой порт будет перепрофилирован в яхтенную марину. Продолжение следует...